Судья уходит в отставку. Это главная новость американских СМИ за последние несколько недель. Все газеты и телеканалы только и говорят о том, кто придет на место того, кто уходит на пенсию. Я Елизавета Королькова и сегодня мы разберемся, почему уход в судьи в США так важен и сравним это с тем, как это происходит у нас. Верховный суд – главный суд Америки. Он может отменять указы президента и даже принятые Конгрессом законы, если они соответствуют Конституции. В состав Верховного суда входят 9 судей, которые могут служить до самой смерти, если не захотят уйти в отставку. А решения принимаются простым большинством голосов. Объявивший об уходе на пенсию судья Кеннеди был назначен еще Рейганом и повидал 6 президентов. Он был так называемым «свинг-воут». По принципиальным делам мог голосовать и как либерал, и как демократ. И часто его голос оказывался решающим. Например, однополые браки по всей стране легализовали благодаря ему. И запрет Трампа на въезд в США для жителей мусульманских стран не отменили тоже благодаря ему. То, что судья иногда может оказаться главным человеком в стране – важный показатель реального разделения властей. Ни президент, ни депутаты не могут быть уверены в том, что их решения завтра не отменят, а сами они не окажутся на скамье подсудимых. И в России, и в США члены Верховного суда назначаются с представления президента Верхней Палаты Парламента, то есть Советом Федерации и Сенатом соответственно. В России в последний раз это произошло в июне 2016 года. Тогда судью Верховного суда стала Екатерина Корнелюк, жена убитого на Донбассе журналиста ВГТРК, в смерти которого обвинили украинскую летчицу Надежду Савченко. Поступило предложение провести назначение на должность суди Верховного суда Российской Федерации тайным голосованием с использованием электронной системы голосования. Кто за это предложение, прошу голосовать. Идет голосование. Коллеги, прошу всех проголосовать. Решение принято. На трибуну приглашается Екатерина Сергеевна Корнелюк. Коллеги, у кого есть вопросы к Екатерине Сергеевне, пожалуйста. Вопросов нет. Екатерина Сергеевна, благодарю вас, присаживайтесь. И все? Единогласно? Все, кто были в зале, за. Для понимания, Верховный суд России по закону может отменить указы президента, решение правительства, постановление Генпрокуратуры и Следственного комитета. Именно этот орган решает, есть ли в действиях главы государства признак преступления или нет. Но нет, ни у одного из 155 сенаторов не возникло ни единого вопроса к тому, кто в этот орган пойдет работать. Это очень контрастирует с американским сенатом, где борьба идет за каждый голос. В нем сейчас 51 представитель от республиканской партии, 47 человек от демократов и еще двое независимых. И если демократы и независимые объединятся и проголосуют против, им потребуется помощь всего одного республиканца, чтобы отменить назначение судьи от Трампа. Почти все парламентарии принадлежат каким-то партиям, но несмотря на это, их главная задача представлять интересы граждан. И это часто влияет на расстановку сил в Конгрессе. Например, несколько республиканцев проголосовали против медицинской реформы Трампа, несмотря на то, что они из той же партии. И это очень важная вещь, про которую российские депутаты и чиновники, кажется, практически забыли. Например, знают ли жители Пермского края о том, что Алексей Пушков их представитель в Совете Федерации? Думал ли Виталий Шуба о полумиллионе нищих жителях Иркутской области, когда разрешал президенту начать операцию в Сирии стоимостью 150 миллионов рублей в день? Изменение пенсионного возраста позволит увеличить численность экономически активного населения на 1 миллион 800 тысяч человек. 89% россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста. И если бы Алексей Пушков действительно заботился о жителях Пермского края, он бы тоже был против этой реформы. В США идет дискуссия о том, смогут ли демократы из консервативных штатов присоединиться к большинству своей партии и выступить против назначения консервативного судьи. Но если они это сделают, на следующих выборах в Сенате велик шанс того, что люди их уже не поддержат. Как вы думаете, сколько единороссов в Госдуме проголосуют против пенсионной реформы? Ответ – нисколько. Стоило Наталье Поклонской уклониться от линии партии, как секретарь тут же пригрозил соответствующими мерами. «Мы», – заявил Андрей Турчак, – «обязаны подставить плечо нашему руководителю». А народу, который вас выбирал, вы ничего подставить не хотите? Но не стоит думать, что в России всегда так было. До Путина и еще в первый его срок Госдуму еще можно было называть местом для дискуссии. Но чем дальше, тем хуже. Причем не только с парламентаризмом, но и со свободой слова и с правами человека. Мы вступили в эпоху имитации. У нас вроде бы есть демократические институты, но они сломаны и не работают в интересах людей. Об этом еще в 2001 году говорила политолог Лилия Шевцова на передаче в защиту НТВ. Вас ликвидируют, потому что вы другие, потому что вы даете возможность для инакомыслия. А власть не может некомфортно ей жить, когда есть другие. Может ли власть эффективно работать, когда кругом лояльные, сервильные, подобострастные? А что касается России, я очень боюсь, что мы вступаем в эпоху имитации. Имитация многопартийности, имитация НТВ, имитация сильного государства. Чего больше? Это было сказано 17 лет назад. Новый срок Путина закончится в 2024 году, и он не сможет пойти на еще один, не нарушив или не изменив Конституцию. Интересный вопрос, а что же будет дальше? Напишите в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, но видео не закрывайте. Посмотрите, как законодательная власть отчитывает исполнительную. Абсолютно. It's shoring up our long-standing vacancies and some key leadership positions. So it's people? People, yes, sir. What does this budget do to your ability to hire staff? We have a lot of efforts underway. Is there an increase in dollars for hiring staff or a decrease? We prioritized maintaining direct care services. As far as total dollars go, is there an increase in dollars for hiring staff or a decrease? Our priority has been on ensuring that we can continue to... I guess that's not my question. You said it's the number one issue facing. I agree with you, by the way. So does the budget, does it increase the number of dollars for hiring people or is it a decrease? I would assume you would know that. Well, sir, we had to make a lot of tough... Okay, so it's a decrease? Is that what you're saying? No, sir, I didn't say that. So is it? Look, come on, man. I mean, just to answer the question, I'll back you to your guts cave if the administration comes after you. But is it an increase or a decrease? We've really prioritized... Okay, no, 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 come on. ...our direct services to... Really? I mean, I'm on your side, okay? I'm a former chairman of the Indian Affairs Committee, former ranking member. I've been on this committee now for eight years. Just tell me if it's an increase or a decrease. It's that simple. Well, sir, looking at our line items, our priority has been to ensure that we can continue to provide direct health care services. And those funds have been prioritized and maintained at the levels that we can ensure that we don't have to decrease the level of service. And that's your answer? That's my answer, yes, sir. Wow. I'm not even going to go into facilities. I'm not going to go into what's going on with mental health. I'm not going to go into going on with the problem with drugs. I will tell you that with the previous IHS staff, I remember giving a speech similar to what the chairman did, and that is, if you guys don't advocate for a budget, how the hell are we supposed to fix it? I have never had, in 10 years on this committee, I have never had somebody come up here, and when I ask them a direct question, they don't answer it. I asked you a direct question on whether this budget was up or down, and you would not answer it. You refused to answer it. That is totally unacceptable. I did not come in here with my hair on fire. But I'm leaving here with it.